друзья рубрика в чем соль в ней мы обсуждаем фишки популярных автомобилей за что их любят российские автовладельцы сегодня поговорим про honda fit shuttle за 10 минут я вам расскажу в чем соль этого автомобиля honda fit shuttle это преемник honda airwave honda airwave закончился у нас 2010 году все они прекратили его выпуск и наверное с 2011 года по 2015 год honda fit shuttle был единственным универсалом который выпускали ребята из хонда на внутренний рынок это точно это единственный универсал и в 2015 у нас появилась honda shuttle honda jade и они расширили немножечко но до двух моделей рынок универсалов под брендом honda в этом видео мы попробуем разобраться в этот период 2011 по 2015 год honda реально сделали лучший универсал и они его выпускали и пользователи находили в нем все что нужно для себя либо они просто покупали потому что им нравится бренд и больше ничего они не предлагали и сегмента универсал давайте попробуем разобраться давайте начнем с дизайна у нас название есть слово fit то есть эта модель построена в том числе внешне на базе фита второго поколения и по передней части мы можем узнать если допустим нам не видно что это универсал то это в принципе honda fit gp1 который собственно говоря и стал родителем для этого автомобиля передняя часть просто это его копия задняя часть ну немножечко конечно другие стопы не переделали но для 2000 там 11 12 13 года есть что дизайн более чем стилёвый такой еще добрый потому что шаттл в следующем поколении точнее вообще другой автомобиль honda shuttle стал в плане дизайна ну просто бау ядерная бомба здесь у нас добрый красивый универсал на базе фита техническая часть вот это кусок соли здоровенный смотрите у нас гибридный экземпляр он построен на базе мотора lda у которого 1 и 3 объем 88 лошадей плюс 10 киловаттная гибридная установка и все это работает на вариаторе передний привод соответственно смотрите есть еще версии на моторах l15 а они просто полторашки бензиновые есть как и передний привод на вариаторе и есть интересная версия на полном приводе и на автомате тот кто переживает за вариаторы может себе рассмотреть такую версию либо он живет в снежном регионе там сахалин камчатка абсолютно надежная техническая связка недавно снимали inside это автомобиль лифтбэк от honda который выпускался параллельно с этой моделью и inside построен на этих же самых агрегатах и все они вот эти автомобили они выросли с фита gp 1 не ломается все надежно то есть автомобили которые пробежали там 300 400 500 тысяч километров по россии даже они приезжают меня что-то по ходовке давно кита вообще вот плановые ремонты там резинок нету такого что у тебя там пробег 300 ты этот мотор меняешь на контракт на что у тебя батарея умирает то есть каких-то вот таких вот серьезных технических болячек у этой технологической связки нету тоже к стоит 4700 это поменять масло и все фильтра то есть вообще очень бюджетно то есть по технической базе можно сделать вывод надежно просто и недорого еще экономично 6 литров расход следующей фишкой honda fit shuttle хочу назвать это салон потому что салон опять же в те годы параллельно с этой моделью шел филдер но и возьмем не 160 кузов филдера а именно 140 и они конкуренты и я скажу так что в honda fit shuttle куда более интересно выполнен салон начиная от отделки сидений заканчивая торпеды где у нас многообразие подстаканников всяких полочек бардачков как сделаны кнопки приборка просто лайк вообще вообще во всех honda и старых и новых и в разных сегментах даже кейкары просто делают очень интересно спереди когда ты взаимодействуешь с автомобилем и когда-то особенно вы посмотрите на спортивный руль а что делает тойота у нас параллельно своих коровах аксио коровах филдерах ну просто пенсии откровенно говоря вот поэтому honda это про вот много-много-много фишек во всем еще вот такая вот есть компоновка салона второго ряда но в общем здесь можно перевозить что-то высокое кайфую просто кайфу от honda надо брать honda легенда ну и конечно же самая главная фишка этого автомобиля это то что у нас универсал у нас в гибридной версии 517 литров багажник если опускаешь второй ряд то у нас получается я не знаю вообще наверное ближе к тысячи у нас объем здесь всякие ниши все удобно вот honda как всегда думает о всяких вот таких вот мелочах как всегда у honda ровный пол когда вы опускаете вам все ночевка на море обеспечена проверяем проверяем все класс можно спать можно засовывать коробки с холодильниками как универсал то есть универсальность этого автомобиля что для перевозок что для какого-то коляски то есть там молодой маме можно купить этот автомобиль рассаду возить в общем ночевать на море хоть что этот автомобиль универсал с большой буквы поезде что хочу сказать ходовая часть обычная простейшая сзади балка спереди макферсон но рулежка honda здесь присутствует я буду постоянно honda сравнивать с toyota потому что они все равно как бы такие основные конкуренты но еще nissan все-таки есть эту машину мне хочется сравнить с филдером то есть когда у филдере получаете вот эту валкость такую вот но такую тойотовскую мяко здесь же вы едете на взбитой ходовой второе что хочу сказать это нет это не тормоза хотя тормозит она хорошо здесь крутящий момент в начале здесь нету абсолютно никакого лага то есть вот это 10 киловаттная гибридная установка которая кстати не позволяет этому автомобилю ехать только на электротяге в отличие от того же 20 приуса то есть инсайды fit шаттлы gp1 fit у вас не будут ехать то есть это больше как старт-стоп и это помощь в подкрутке колес самом начале то есть это вспомогательная система и следующая фишка при езде ты получаешь лепестки спортивный руль здесь тебе подсветка обороты немножко голубым цветом подсвечиваются спидометр зеленым показывает то что ты сейчас экономишь бензин елочки у тебя растут кайф вот и это 2011 12 13 год и опять я сижу в масс-маркете от хонда которая еще грубо говоря десятилетней давности производства и я сижу и говорю вау цена сейчас они начинаются от 600 тысяч рублей год назад этот автомобиль можно было купить от 500 тысяч рублей то есть за я назову сейчас это в принципе боевой бюджет за кейкар а в данном случае вы получаете нормальный мотор кстати система гибридная реально подкручивает твои колеса у тебя хороший старт хорошая тяга и у тебя нету такого как бы ощущение что ты ездишь на каком-то урезанном моторе 1.3 то здесь прям нормально тянет нормально стартуешь крутящего хватает на низах на середине и даже на верхах вот в общем какие-то чудеса не дело своей ходе под капотом ребят в общем эти автомобили также подходят под полный привод для снежных регионов купил себе на автомате кайфуешь на сахалине прорываешься по всем дорогам и на автомате если кого-то беспокоит до сих пор вариатор хотя они здесь очень надежные кстати вариаторы это их собственная разработка и они не партнерятся по такому серьезному агрегату с другими брендами допустим как nissan ставит себе вариаторы джатку или допустим та же самая toyota у них на многих моделях стоят вариатор автоматы трансмиссии вот так назовем от компании айсен то есть и допустим даже на таких моделях как крузаки такомы форанеры прадики четырехлитровые там допустим вот была проблема с бубликом гидротрансформатором с гидроблоком вот это у тойоты мать его на топовых тачках которые идут допустим на один джер это четырехлитровый тойотовский надежный мотор вы представляете вот а здесь алексей с гибрид сердцем грит ну как бы вариаторы нету такого что они приезжают прям с ким поломками ребята обязательно пишите комментарии если вообще рассматриваете такие автомобили купили бы вы за этот бюджетом 600 тысяч рублей этот автомобиль который пришел с японии у которого пробег где-то в районе сотни у этого экземпляра 88 тысяч пробег вот владели ли вы вообще фитами может быть гибридным gp1 может быть инсайдом может быть фит шаттлом будет интересно внизу почитать ребят жду вас комментариях поставьте лайк подписка на канал пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля